Да, да, да. Видно ли экран? Отлично. Увидел, что видно. Так, ну, с чего бы хотелось бы начать? Это с того, что мы с командой разработчиков ProArea немножечко отредактировали тестовое задание, которое Игорь Евгеньевич предлагал вам сделать в рамках курса. Хотел бы немножко о нем поговорить. В принципе, условие задания не поменялось, просто мы добавили более подробное описание того, что от вас ожидается, и сделали несколько рекомендаций. Сейчас я вам его открою. Выглядит оно теперь вот так. Значит, тут четыре странички. На первой вы можете увидеть, в принципе, что от вас ожидается, кратенько, какое приложение, что от вас хотят, небольшое общее положение, как его выполнять, и что вообще мы ждем увидеть, когда оно будет готово. На второй странице вот именно уже техническая часть по тому, какие должны быть экраны, какой должен быть функционал. Сразу бы хотел обратить ваше внимание на то, что на третьей странице есть два таких пункта, основной функционал и дополнительный, и здесь идет речь о том, что можно, в принципе, дополнительные не выполнять. Так вот, это не для вас, вам надо выполнять все. Почему? Потому что, вот если мы вернемся на первую страницу, то это задание рассчитано на 2-3 дня. Вот, у вас дней будет гораздо больше, больше, соответственно, и, я думаю, больше сил на то, чтобы сделать все, что здесь вот написано. В принципе, в общем-то, наверное, что здесь самого сложного будет реализовать, это обращение к серверу, да, и, возможно, авторизация через соцсети. А так, в принципе, приложение состоит всего лишь из двух экранов, и наверняка вы видели что-то подобное, как в качестве стандартного приложения Погоды на любом из устройств Android, вот при покупке там оно уже есть. Также на последней странице собраны рекомендации по тому, как это реализовывать, какие можно использовать в библиотеке, какие принципы лучше применять при разработке вашего кода. И надеюсь, что теперь оно стало понятней, и здесь больше информации, которую иногда приходилось кандидатам вот спрашивать. Думаю, что это задание, Игорь Евгеньевич, вам расшарит. Да, да, конечно. Вот, и у вас будет мудрость. Да, это приложение, на котором мы остановились на прошлом занятии. Сегодня мы с вами будем говорить о навигации. И первым делом, что бы хотелось сделать, чтобы мы немножко проснулись, позадавать вам вопросы детские и не очень детские с предыдущего занятия, что же мы там посмотрели, выучили и выяснили. Ну и первый вопрос, он как раз-таки из разряда детских, это какой язык программирования используется в технологии Flutter. В принципе, можно одним словом в чат написать, чтобы я увидел, что вы в 7 утра способны что-то писать в чат. Dart, да, 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 это Dart. Там уже кто-то на второй вопрос отвечает. Что такое виджет? Да, что такое виджет? Ребята, не стесняйтесь отвечать голосом, я не знаю, почему вы не хотите голосом отвечать. Напоминаю вопрос, что такое виджет. Если кто-то решил все-таки написать, мы, конечно, голос в 7.50 недоступен. Так сейчас уже 7.51. Давайте, ребята, вспоминать, что такое виджет. Ну, вот Владимир пишет, что это класс. Классно. Он отличается как-то от других. Виджет – это все. Ну да, во Flutter все является виджетом. А вообще, вот для чего он нужен? Что он позволяет делать? Это часть чего? Часть экрана. Да, это часть графического интерфейса. И какие же... Ага, да, вот часть UI. Да, прекрасно. То есть виджет – это часть графического интерфейса, который может иметь состояние, может не иметь состояние. И из этого вытекает следующий вопрос. Какие существуют виды виджетов? Их всего два. Подсказываю. Да, stateless и stateful. Вот Владимир проснулся, сразу видно. Потрясающе. Давайте я вернусь к вопросам, чтобы вам их было видно. Мы сейчас ответили на вот этот вопрос. Какие существуют типы виджетов? Действительно, существуют stateless и stateful. И отличаются они тем, что у stateless виджетов, как понятно из названия, нет состояния. То есть у него нет данных, которые могут изменяться. И в зависимости от этих данных может меняться интерфейс. А у stateful виджета такое есть. Следующий вопрос немного коварный. Какой виджет используется для создания каркаса экрана? Помните, мы с вами обсуждали единственный виджет, который был в презентации? Нет, material app – это каркас всего приложения. А именно каркас экрана. Scaffle. Прекрасно. Владимир сегодня за всех отдувается. Ну и последний вопрос. Какой метод виджета отрисовывает часть UI, за которую этот виджет отвечает? Там единственный такой метод, который есть и у stateless, и у stateful widget. Build. Вот и Максим тоже отвечает. Да, потрясающе. Мы вроде бы что-то вспомнили и можем двигаться дальше. Касательно нашего сегодняшнего занятия, материалы, подготовил для вас три ссылочки. Первая – на документацию, вторая – на неплохую статью на Medium. Там будет, во-первых, все то, что мы посмотрим сегодня на занятии, и даже больше, кому будет интересно прочитать про навигацию. Там очень много полезных материалов. Кому интересно больше, есть на YouTube канал такого замечательного флаттер-разработчика, как Матей Решетар. Он, насколько я помню, чех. И у него очень хорошо структурированные видеоматериалы в формате уроков. Плюс ко всему, каждому видео есть текстовые статьи, где пошагово описано, что он там делал и какого результата он достиг. По навигации я вам оставил такую ссылочку, но он там рассказывает не только о навигации, которую мы с вами сегодня будем разбирать, а вообще, в принципе, про все методы реализации навигации во флаттере. Поэтому, если вам будет интересно, тоже советую в качестве дополнительного материала посмотреть. Итак, что же такое навигация? Ну, когда мы с вами говорим про мобильное приложение, наверняка мы все понимаем, что вообще все элементы интерфейса на один экран поместить невозможно, потому что у нас экран будет заниматься вообще всем, чем угодно, захламлен различными элементами управления, и пользователю, в принципе, неудобно будет с ним взаимодействовать, а нам, как разработчикам, будет неудобно его поддерживать. Поэтому мы разбиваем интерфейс и функционал приложения на разные экраны. Так вот, навигация позволяет нам между этими экранами перемещаться и, что немаловажно, передавать между этими экранами какие-то данные, потому что каждый экран отвечает за какую-то свою часть, за свою логику, и эта логика работает с определенными данными. Например, если вы находитесь в телефонной книге, и у вас есть список контактов, вы кликаете на какой-то, тапаете на какой-то контакт и попадаете на страницу с более подробной информацией об этом контакте. И там уже с ним можете работать. Что произошло в этот момент? В этот момент вы перешли на другой экран, и данные, которые были переданы на этот экран, были данными о конкретном контакте. Либо его айдишник, либо сразу же все данные о нем, которые нам нужны. Это уже детали, но, в принципе, вот так оно работает. Экраны или страницы во флаттере называются путями, раутами. И, как вот уже сегодня мы выяснили, во флаттере все является виджетом, рауты тоже являются виджетами. Поэтому, в принципе, можно сказать, что частично мы уже с ними знакомы. И организацию работы с этими путями есть два варианта. Это анонимные пути и именованные пути. Для того, чтобы перемещаться между экранами, мы можем либо с вами заранее прописать, какие у нас вообще, в принципе, есть возможные перемещения между экранами в нашем приложении, и потом уже обращаться к вот этим вот созданным нами путям. Или же мы можем это делать анонимно. Сегодня на занятии мы будем рассматривать только анонимные пути. И, скажу вам честно, во всех приложениях, которые мы разрабатывали, по крайней мере, в тех проектах, в которых участвовал я, использовались только они. Хотя во многих статьях пишут, что в больших сложных коммерческих проектах анонимные пути неприменимы, потому что сложно ими управлять. На самом деле ничего сложного там нет. В принципе, код остается довольно-таки поддерживаемым. Но использовать сейчас можно и то, и то, по факту, в реальных приложениях. Итак, давайте вначале я вам хочу показать, какие мы сегодня с вами будем рассматривать проектики небольшие. В общем, у нас сегодня будет с вами три примера по навигации. Когда мы их все посмотрим, мы с вами вернемся к тому приложению, которое мы начали писать на предыдущем занятии. Это была телефонная книга. И я надеюсь, что мы его допишем до конца. И для того, чтобы сегодня мы с вами не зависли со сборкой, я по каждому примеру записал небольшое видео, для того, чтобы вы хотя бы видели, не ожидая сборки, код чего мы с вами будем смотреть. Вот это первое самое приложение по навигации, которое мы сейчас с вами буквально будем смотреть. Два экрана есть, и мы между этими экранами перемещаемся. Буквально одна вот кнопка посередине экрана, она нас перегоняет на другой экран, и с другого экрана мы с вами можем путем нажатия кнопочки в веб-баре «Назад» вернуться на домашний экран. Вот это самый первый, самый простой пример. По-моему, он у меня уже как раз-таки открыт. Да, это он. Сейчас мы его будем смотреть. Пока Flutter подтягивает зависимость, я гляну чат, может, вы что-то пишете. Нет, вы ничего не пишете. Вы тихонечко сидите. Мне все хорошо. Значит, какая у нас структура этого приложения? Это вот я сейчас показываю вот это вот простое приложение, где у нас есть два экрана. Опять-таки, в папочке lib у нас изначально, когда вы создаете проект, есть только main dart. Сейчас здесь очень много всего. Не так, в принципе, много, но как минимум два пакета здесь есть. Main dart у нас остался, но в нем, вы видите, буквально вызывается точка входа, функция main, и в ней мы запускаем наше приложение. App. App – это как раз-таки тот наш виджет, который является каркасом приложения, в котором мы прописываем название нашего приложения, какую тему он использует, и какая у нас будет домашняя страница. Самое интересное будет сейчас происходить на вот этой вот домашней странице. Она находится в папочке uipages. Итак, что мы видим? Home page – это stateless widget. У него есть наш метод build, о котором мы с вами говорили, который рисует UI. Что он рисует? Он рисует один app-bar, в котором написано home page, и он рисует тело, в котором у нас есть одна кнопка, raise button – это кнопка, в ней написано second page, и при клике на эту кнопку у нас вызывается метод navigate to second page. А что происходит в нем? Он находится выше, вот он. Здесь происходит какая-то пока что для нас магия. Вызывается какой-то объект-навигатор, у него есть какой-то метод push, принимает он какой-то route, хотя мы уже с вами знаем, что route – это путь, это страница, это переход к следующей странице. И вот здесь фигурирует наша second page, то есть другая страница, на которую мы с вами хотим перейти. Вот для того, чтобы с этим разобраться, возвращаемся в презентацию, и давайте немножко обсудим вот этот вот объект-навигатор. Мы уже, наверное, поняли, да, что это объект, который позволяет нам перемещаться между раутами, между нашими экранами, и у него на самом деле есть множество различных методов, которые позволяют нам работать как с анонимными путями, так и с именованными, но самыми главными являются вот те, которые я сейчас привел на слайде, потому что они используются довольно-таки часто. И если посмотреть на их название, push, pop, push replacement, что-то это напоминает? Какую структуру данных вам напоминает вызов вот этих вот методов в принципе? push, pop, stack. О, отлично. Прекрасно. И Анастасия тоже к нам подключилась. Да, действительно, stack. И неспроста он нам его напоминает, потому что на самом деле навигатор, он работает со stack наших экранов, да? И мы можем в этот stack поместить какой-то экран и убрать какой-то экран со stack. То есть, соответственно, когда мы вызываем с вами push, мы с вами переходим на какую-то страницу, на какой-то экран, на нем работаем, и когда нам нужно вернуться обратно, мы можем вызвать pop. Если мы хотим, чтобы, когда пользователь переходит на какой-то экран, он не имел возможности вернуться на тот, на котором он сейчас находится, мы будем использовать push replacement. Он возьмет верхний элемент и заменит на новый какой-то, а сам этот элемент пропадет сразу. То есть, таким образом, мы с вами можем работать с навигацией по нашему приложению. И, возвращаясь к коду, давайте немножко увеличу шрифт, что мы тут видим, наш объект навигатор, пока что непонятный какой-то метод, of, который принимает контекст, и мы вызываем у этого навигатора push. То есть, мы добавляем в наш stack экранов новый route, route это экран, мы уже выяснили, который тоже является виджетом, и у него в качестве аргумента конструктора присутствует такое лямбда выражение, такая функция, которая возвращает нам тот виджет, который мы хотим, чтобы был на том экране, на который мы с вами переходим. Вот таким вот образом происходит переход между экранами. Давайте посмотрим, что это за second page. Second page это тоже stateless виджет обычный, у него нет никаких особенностей, то есть, это обычный виджет, у которого есть build метод, в котором у нас есть appbar, и просто посередине всего экрана у нас какой-то текст. Кстати, скажите, пожалуйста, а что это вот это у меня за какие-то strings, и достаются какие-то свойства, почему здесь просто текстки написан, он может сказать. То есть, я же, текст, мы помним, текст это виджет, который просто предназначен для отображения текста. Почему я вот сюда прямо не пишу строки, а выношу их куда-то непонятно, что это за строки вообще. Понятно, о чем я люблю речь. Как-то тяжко дается утро, ребята, давайте, кто там по этому... Да даже я вспомнил. Во, молодец. Во, да, да, Владимир пишет, просто я там думал, кто-то расписывает более подробно. Да, клин-код не может, а так оно и есть. Там еще вроде кто-то пишет, да? Нет. Ага. Чтобы не разбрасывать по всему приложению. Да, абсолютно верно. Мы с вами собираем все строки и вообще все магические числа и все остальное в отдельных частях приложения для того, чтобы они у нас не были разбросаны. И если вдруг нам необходимо было что-то поменять или что-то добавить, мы с вами не ходили по экранам и не искали, а где же у нас там какая-то строка, а сразу заходили в нужный компонент, в котором это все собрано, и здесь это меняли. Понятное дело, что вот такой подход, который здесь сейчас показан, это обычный класс, в котором у нас есть статические константные поля. В чем минус такого подхода? Минус в локализации, да? То есть если я захочу сделать поддержку русского, испанского, японского, еще какого-нибудь языков, то так я строки хранить не смогу. Мне придется использовать какую-то либо библиотеку, либо другой подход для того, чтобы работать с локализированными строками. Но если вам нужно сделать приложение, которое не поддерживает локализацию, а просто, допустим, в английской локализации, то почему бы и нет? В принципе, и так можно делать. Главное, чтобы строки у вас не висели просто в коде. Да, то есть это понятно, это самое главное, что не было путаниц, что это за стринги какие-то. Это просто обычный классик, который я сделал с статическими полями, и у него приватный конструктор, то есть мы его не можем создать. Экземпляр мы не можем создать. И что мы видим на этой странице? В этой странице мы видим, что в веб-баре есть какой-то непонятный лидинг. Что такое лидинг? Это вот эта вот кнопочка. Кнопочка назад. Давайте еще раз покажу вам. Вот мы переходим на вторую страницу. И вот у нас в веб-баре есть кнопка назад. Вот эта вот кнопка назад. Здесь может быть вообще что угодно. Вот эта вот область перед текстом, перед основным контентом веб-баре называется лидинг. Не только в веб-баре она так называется. И мы туда с вами ставим кнопку. Icon Button. Что такое Icon Button? Это кнопка, в которой мы можем отображать иконку. Иконка, кстати, стандартная, флаттеровская. Никаких библиотек здесь не ставилось. Вот то, что в латтере из коробки есть, можно ее использовать. Arrow Back iOS. Это кнопочка назад, иконка кнопочки назад, которая используется в iOS. Да, стилизирована под iOS. И при нажатии на эту кнопку, On Press, что происходит? Опять-таки мы используем наш объект-навигатор. И здесь уже вызываем POP. Мы помним, POP это мы из стека что-то достаем. Тот экран, на котором мы сейчас находимся. И возвращаемся назад. Вот, по этому моменту, ну, думаю, пока понятно. Давайте продолжать. Чего-то там ничего никто не пишет. Владимир пишет, что я использовал Pushed Name Replaced, чтобы этой кнопки не было. На самом деле, на самом деле, кнопка назад действительно может добавляться сама, но мы можем это предотвратить, если мы сейчас с вами зайдем в AppBar, в сам исходный код этого AppBara, мы увидим, что здесь туча различных свойств, и здесь, этих, господи, входных параметров, и здесь есть параметр, который называется Automatically Imply Leading, который по умолчанию true. Так вот, если вы его поставите false, то этот AppBar никогда просто так, без ваших каких-то действий не будет создавать вам эту кнопку назад. Потому что иногда он ее создает автоматически, для того, чтобы вы могли вернуться на предыдущую страницу. Ну вот. Да. Двигаемся дальше. Опять-таки, показываю основные кусочки кода, которые нужно сразу же визуально выделять, чтобы понимать, где у нас происходит навигация. Для того, чтобы добавить экран, перейти на какой-то экран, мы используем push, делаем route, и в нем, в него передаем, ну, это не обязательно должно быть лямбдой, это может быть ссылкой на какой-то метод, на какую-то функцию. Так называемый билдер, который возвращает нам виджет, который мы хотим с вами поставить в качестве страницы или экрана, на который мы переходим. В этом виджете обязательно должен быть корневым виджетом scaffold. И вот если мы сейчас вернемся в код, вы увидите, что scaffold у нас везде. Вот у нас scaffold, вот у нас scaffold, то есть каждая страница, это у нас scaffold. Там кто-то активно пишет в чате. Или это мне кажется? Так, хорошо. Еще один вариант, как мы можем этот навигатор использовать. Смотрите, до этого у нас был navigator off, мы вызывали метод off, передавали в него контекст. Что такое контекст, буквально через пару мгновений расскажу. И уже на том, что нам вернул этот метод, мы вызывали push, pop и так далее. Есть другой вариант использования этого навигатора. Мы сразу же на нем вызываем push или pop. И в качестве первого аргумента он принимает контекст, а в качестве второго route, куда вы хотите перейти, на какой экран вы хотите перейти. То есть можно так, можно так. В принципе, в документации встречается и то, и другое. Пример с pop на предыдущий экран, который мы видели. Ну и, соответственно, если off не будет, тогда у нас будет просто pop с аргументом контекст. А вот теперь про контекст. Значит, что такое контекст или build context? Это объект, который позволяет виджету понять, где в иерархии дерева виджетов он находится. Он имеет ссылочку на родительский виджет, и, в принципе, этот контекст используется достаточно часто, когда вы хотите сделать такие операции, как, например, показать какое-то модальное окно или показать снэк-бар или, допустим, обратиться к данным по стилевой теме приложения. Что за стилевая тема? Вот у нас в каркасе нашего приложения есть theme data, какие цвета основные у нас используются. Здесь вы можете прописать, какие у вас шрифты. Теми используются. И для того, чтобы получить к ним доступ, вам нужно иметь контекст, для того, чтобы это все организовать. У каждого виджета, у каждого экрана, у каждого виджета свой контекст, который связан с деревом виджетов. И, в принципе, я не скажу, может, кто-то из вас знает Android, там тоже есть контекст, но это немножко разные вещи. Контекст в Android – это God Object, божественный объект, который позволяет вам делать все, что угодно. Вот нам по факту даже к файловой системе не всегда можете обратиться, если у вас нету контекста. В Flutter это немножко другое, но так как у нас в Flutter все завязано на дереве виджетов, то можно сказать, что какие-то схожести между этими контекстами есть. Двигаемся дальше. Если мы с вами хотим перейти на какой-то экран и при этом передать этому экрану какие-то входные параметры, вот, например, как я говорил о том, что если мы делаем телефонную книгу и пользователь кликнул по какому-то контакту, то он переходит на страницу с подробной информацией об этом контакте. А как эта страница знает, что нужно подгрузить именно те данные о том контакте, на который пользователь кликнул, а потому что мы ей в качестве входного параметра передаем какие-то данные. Вот, например, здесь тот же самый навигатор, тот же самый контекст, тот же самый пуш. Только вы видите, когда мы с вами создаем страницу, то есть создаем объект этой страницы, мы передаем ей какой-то айтем. Это может быть примитивный тип данных, это может быть целое число, это может быть строка, это может быть какой-то сложный объект, который вы делали, какая-то моделька. То есть абсолютно все, что угодно. И вот сейчас мы с вами будем смотреть второй пример, второй проект, где как раз-таки это и происходит. Кстати, это кусочек кода из второго проекта. Давайте так и сделаем сейчас. Здесь, в принципе, смотреть уже нечего. Здесь все посмотрели. Тогда открываем второй проект. А пока он открывается, я вам сразу покажу, что он из себя представляет в формате видео. Второй проект – это имитация магазина. простенького. У нас есть список каких-то фруктов. Мы можем перейти на страницу конкретного фрукта, увидеть по нему цену, количество элементов и нажать кнопочку «Purchase» «Купить». Реакции на которые нам приложение просто показывает модальное окошко, в котором написано, что мы попытались купить какой-то продукт. То есть, в принципе, на МОКах все сделано. Для того, чтобы показать, что мы между экранами можем передавать данные, сейчас студия нам подгрузит этот проект. Вот она уже подгрузила. Практически. Так, хорошо. Студии периодически плохо становятся. Опять-таки, наш Main, наш App. И вы видите, структура уже тоже знакома. Есть тоже UI, есть тоже Resources, только здесь добавилось еще два пакетика Mox и Models. Сейчас о них поговорим. Значит, давайте вначале с UI начнем. Я всегда в пакет UI кладу два подпакета, это Pages и Views. Но Views пока что до этих пор у нас был пустой. Pages – это, понятно, страница, между которыми мы можем перемещаться. Вот здесь это у нас сама страница со списком фруктов, да, и страница с более подробной информацией о фрукте, как о товаре, да. А Views у нас пустая. Что обычно находится в папочке Views? В Views находятся виджеты, которые не являются страницами. Эти виджеты, скорее всего, переиспользуемые, да, то есть если вы заметили, что вы из страницы в страницу или даже на одной и той же странице несколько раз используете какой-то один и тот же элемент, то вместо того, чтобы нагромождать разметку страницы этим элементом, вынесите его в отдельный виджет, и вы его сможете удобно переиспользовать на разных экранах. А если вы еще и грамотно это сделаете, то, в принципе, его можно будет переиспользовать даже в разных контекстах, да, то есть в разных смыслах, с немножечко измененным интерфейсом, например. Плюс ко всему, если вы делаете часть разметки отдельным виджетом, соответственно, у него есть свой контекст, и в некоторых случаях даже рендерится это все дело быстрее, поэтому не стесняйтесь выносить отдельные виджеты в отдельное место, да, а потом их переиспользовать. Значит, у нас есть shop page, вот так она выглядит, она уже по разметке вы видите немножко больше, нежели те предыдущие проекты, которые мы смотрели. Сейчас мы с ней обязательно разберемся. Давайте предварительно посмотрим на вот эти два новых пакетика, которые у нас здесь есть, которые до этого не было. Значит, пакетик models, здесь у нас хранятся модельки, что такое модельки, как вы думаете, что такое моделька? Вот посмотрите на вот этот класс и скажите мне, пожалуйста, что такое модель в рамках данного проекта. Есть там кто что пишет? Хранит данные. Анастасия пишет. Да, в принципе, да, однотипные, однотипные данные. А что означает однотипные, Максим? Пока Максим пишет, я тут тоже немножко расскажу. Значит, да, действительно, модели нам нужны для того, чтобы работать с данными, причем сложными, да, у нас в нашем приложении всегда будут какие-то сущности в предметной области, с которой мы работаем. Вот в данном случае это shop item, это какой-то предмет, товар нашего магазина, это фрукт у нас, хотя, в принципе, это не обязательно должен быть фрукт, это может быть что угодно. У каждого shop item у нас есть название, количество и цена за один элемент. Модели бывают разные, то есть в этой модели вы видите три поля и в принципе достаточно. Может быть 10, может быть 20, может быть 2, сколько угодно. И эти модели мы можем использовать для разных целей. Есть модели, которые мы используем для того, чтобы передавать между экранами, есть модели, которые мы используем для того, чтобы получать данные с API или что-то в API отправлять. Но, в принципе, вы правильно сразу же догадались, что это какой-то класс, который позволяет нам создавать объекты, хранящие данные в каком-то формате. То есть shop item. Окей. Дальше у нас пакетик mox. Что такое mox? Моки? Что такое mox? Да, вот что такое mox? Кто расскажет, что такое mox? Анастасия Владимир Максим на вас надежда. Можно одним словом какую-то ассоциацию, синоним? Вот вы слышите mox. или хотя бы минус напишите, чтобы я знал, что там все совсем безидейно. Что-то имитирующее, нереализованное. Да. Да, в принципе, да. Моки – это, на самом деле, фейковые данные, ненастоящие. В реальном приложении у нас, скорее бы всего, была какая-нибудь локальная база, да, которая постепенно наполнялась, или там, допустим, мы общались бы с вами с API и получали какие-то данные оттуда, а потом их нужно было бы показать. Сейчас у нас никакого общения с API нет, никакого хранения у нас в локальной базе нет, но протестить логику работы приложения мы хотим. Поэтому мы с вами делаем mox. Моки – это тестовые данные. Кстати, mox еще часто делаются, когда вы делаете юнит-тестирование или интеграционное тестирование, когда вы хотите проверить функционал работы вашего приложения на каких-то тестовых данных. Ну, вот, то есть, вы создаете mox. У нас здесь есть shop.moc. Что это такое? Опять-таки, класс, экземпляр которого создать мы не можем. Здесь у нас есть одно статическое константное поле. Это список shop-айтемов. А что такое shop-айтем, мы только что выяснили. Это вот наша моделька. И мы заполняем этот список различными мокаными данными. Яблоками, бананами, апельсинами, арбузами, лимонами и грушами. Придумываем какие-то данные, можем их там как-то где-то генерировать, если это необходимо. И у нас уже есть как бы такая ненастоящая база, с которой мы можем работать. То есть, вот такой вот у нас мок. Сейчас я буду переходить к страницам, там мы его уже с вами будем использовать. Итак, первая главная страница это у нас shop-page, как видно по нашему эпу, по нашему виджету приложения. Shop-page. И что в этой shop-page есть? Это stateful widget. Build-метод у него, вы видите, такой относительно коротенький, но зато у него есть подметоды. Видите? То есть, я разбил один большой build-метод на несколько подметодов. Зачем? Для того, чтобы, во-первых, повысить читаемость кода, и, во-вторых, когда вы таким вот образом это делаете, вам легче видно, легче увидеть, какие элементы могут быть переиспользованы, и если вдруг что, вы можете взять вот такой вот метод и вынести его в отдельный вообще компонент, в отдельную view. Здесь я не выносил для наглядности, чтобы, может, было в рамках одного файла это все показывать, но чтобы вы имели в виду. Итак, что мы здесь делаем? У нас есть scaffold, у нас есть appbar, здесь ничего необычного, потом у нас идет body, в котором мы создаем single-child scroll view. Давайте вспомним, что такое single-child scroll view. Если у нас элементы по вертикали не помещаются на экран, то single-child scroll view позволяет нам эти элементы проскролить. в него мы помещаем с вами колоночку, а вы помните, у нас есть два flexbox подобных вот вебу виджета, это row и column, колоночка и строчка. И чем они отличаются? Функционал у них одинаковый, единственное, что колоночка размещает элементы вертикально, а row горизонтально. И что мы туда помещаем? Мы с вами обращаемся к нашему shop-moku, достаем наши shop-items, которые мы с вами тут понапридумывали, нагенерировали. И так как это список, мы на нем можем вызвать уже известную нам с предыдущего занятия по дарту метод map. Мы можем вызвать. Что делает метод map? Напоминаю, он проходится по всем элементам списка, как-то их модифицирует и изменяет. Он вообще может возвращать другой тип данных. И таким образом мы с вами получаем новый список, который был построен на основе элементов, которые там были, с применением какой-то логики. И что мы делаем? Смотрите, shop-items, это у нас список shop-items, логично, да, обычные наши модельки. Но мы же хотим с вами их отображать на экране. А для того, чтобы отображать их на экране, это у нас должен быть список виджетов. Тем более, мы помещаем их в колонку, а в колонке у нас не child, а children. То есть, здесь должен быть список виджетов. Что мы делаем? Мы проходимся по вот этому списку моделек и для каждой модельки мы вызываем вот этот вот метод buildShopItemView. Он принимает модельку и возвращает виджет. Теперь давайте посмотрим, как он превращает обычную модельку в виджет. Здесь, из вот этих вот виджетов, которые здесь у нас есть. Скажите мне, пожалуйста, какой из них явно вам не знаком, который мы еще не смотрели, не видели, не трогали, и вообще вы даже по названию не можете определить, что он делает. Вот давайте, с 27 строки по 48. Обозрите и скажите. Если их несколько, можно через запятую назвать. контейнер мы с вами знаем, row мы знаем, buildItemTitle пока не переходим, но там просто текст, обычный текст. Icon, можно догадаться, что это иконочка. Вот, Владимир пишет, Inquil незнакомый. Я на это и рассчитывал. Да. Смотрите, что такое Inquil. Давайте все-таки в фоне запущу, пускай приложение buildится. Значит, наверняка вы знаете, вы как пользователи мобильных приложений, особенно под Android, знаете, что есть такая вещь, как материал дизайн, это гайдлайны по дизайну приложения от Google. И, когда вы смотрите список каких-то элементов, интерфейса, который сделан в материал дизайне, то при клике на какой-то элемент у вас такой вот эффект, когда от точки, куда вы прикоснулись или куда вы клацнули или куда вы тапнули, отходят такие кружочки в виде расплывающейся тени. Так вот, такую вещь, такой эффект позволяет нам сделать Inquel. Но помимо этого эффекта, он также нам позволяет добавить возможность обрабатывать вот это вот нажатие. То есть, мы видим, что у него есть OnTap, который вызовет вот эту функцию, когда пользователь тапнет на то, что мы в него поместим, а мы в него поместили контейнер. и плюс ко всему, это все еще будет сопровождаться красивым эффектом прямо из коробки. Давайте, может, на видео это будет видно. На видео не очень хорошо видно. Ладно, сейчас оно сбилдится. В общем, подытожу. мы можем обработать нажатие как кнопки, только мы не обязательно должны помещать туда кнопку. Вы можете поместить сюда любой другой виджет и обработать на него нажатие, если пользователь тапнул. Это первый момент. Второй момент. Весь этот тап сопровождается красивым эффектом, который мы, в принципе, если очень захотим, можем настраивать. Мы можем настраивать цвета вот этих вот расплытий и так далее. Хорошо, к этому мы еще вернемся. Что мы видим здесь происходит, когда мы нажимаем на весь вот этот элемент? У нас здесь опять-таки наш навигатор и мы переходим на другую страницу, то есть push. Причем это вот как раз таки тот кусочек кода, который был в презентации. Мы переходим на страницу shop.item.page и передаем туда item, вот этот вот, который наша мапа передала в этот метод для того, чтобы мы сделали вот этот виджет. соответственно в рамках работы вот этого вот всего красивого нашего метода мы получаем красивую панельку с названием нашего фрукта или нашего товара, при клике на которую мы будем переходить на более подробную страницу, в которой есть все, что нам нужно касательно именно этого товара. Единственное, что я еще не показал build item title. это обычный под build метод, скажем так, который делает нам текст, почему я его вынес в отдельный метод, потому что, смотрите, я здесь тексту добавляю в стиле, для того, чтобы не нагромождать код здесь, я вынес это в отдельный build метод, но опять-таки это тоже такая вкусовщина, можно сказать, в принципе, здесь ничего такого страшного бы не было, мне просто показалось, что этот метод уже и так сильно большой, вынес это сюда. насчет стилей текста, у текста есть свойство style, которое принимает объект text style, мы можем настраивать размер шрифта, жирность шрифта, стиль шрифта, цвет, какой именно файл шрифтов будет использоваться, то есть все это настраивается здесь не хуже, чем в вебе в CSS файле, как вроде бы у нас уже установилось приложение. Вот смотрите, я выбираю любой элемент и если я зажму кнопку, видите, вот этот вот эффект, расплывающийся, отходящий от курсора, на который я клацну, это и есть инквелл. Колодец с чернилами. Вот, так что если вам нужно реализовать такой эффект, очень удобно это сделать. Хорошо, в принципе, со страницей shoppage, где у нас отображается список, давайте подытожим, и в принципе должно быть понятно. Значит, мы достали моки, на каждый элемент списка моков мы применили вот этот вот метод. Что он сделал? Взял модельку и для модельки сделал одну вот такую вот панельку. Вот такую панельку это делает вот этот метод. Что с этой панелькой происходит? Если мы на эту панельку тапнем, то произойдет переход на другую страницу и на эту страницу мы с вами передадим, как ни странно, эту же саму модельку. то есть вот эта страница shop-item-page она будет работать уже с моделью конкретного элемента, конкретного товара. В принципе касательно этой страницы все, переходим к shop-item-page. Значит, мы получили эту страницу, мы открыли эту страницу, мы на ней получили эту модель и что мы делаем дальше? Здесь build-метод немножко побольше, да, это в принципе не очень хорошо, но пускай так пока и будет. Значит, наш любимый scaffold, опять-таки app-bar, в app-bar у нас просто-напросто есть кнопка, опять-таки уже знакомая, icon-button, кнопочка с иконкой, которая возвращает нас назад, в app-bar у нас написано название товара, откуда оно берется, смотрите, item-title, но item-title понятно, это вот мы передавали здесь item, вот мы к нему обратились, а почему здесь вначале виджет написано, кто знает, кто помнит, обсуждали ли мы это или нет. А тут Владимир еще что-то спрашивает. Владимир спрашивает, можно ли было использовать listview. Да, Владимир, можно было использовать listview, listviewbuilder это механизм, который позволяет вам отрисовывать в теории бесконечные списки, которые плюс ко всему еще являются и скролабельными, да, то есть вы их можете скролить. Есть такое. Возвращаясь к вопросу, почему у нас здесь перед item-ом стоит виджет? Что это за виджет? Почему он здесь стоит? и зачем оно вообще надо? Откуда он берется? Нет? Ну ладно, идеи пока нет, поэтому вернусь назад. Смотрите, дело в том, что это у нас stateful widget, да, соответственно, вот у нас сам виджет, вот его состояние. И когда мы с вами передавали вот здесь вот item, мы его с вами передавали в конструктор самого виджета, а не в конструктор состояния. Соответственно, вопрос, а как мне из состояния, которое вот мы здесь с вами делаем, которое автоматически в Android Studio или там Visual Studio Code генерирует вообще вот этот код, откуда нам, как нам из состояния получить доступ к полям нашего виджета. Оказывается, очень просто через внутреннее свойство состояния, которое называется виджет. То есть, если мы хотим обратиться к полям виджета, мы обращаемся к виджету и у него уже вызываем все, что нам нужно. в теории могли ли бы мы как-нибудь передать внутрь состояния какие-то данные? могли. Вот у нас конструктор вызывается состояние. Мы можем передать сюда что угодно. И тогда не нужно будет вызывать виджет, то есть, обращаться к нему таким образом. Но нам это не нужно, потому что мы item менять не собираемся. Мы его собираемся просто отобразить и на этом все. Теперь давайте смотреть дальше build метод. app bar сделали понятно в принципе. Дальше у нас идет контейнер. У нас идет тело, в теле у нас контейнер. Здесь я сразу же устанавливаю ширину, причем как интересно, double infinity. Зачем я это делаю? Потому что если я этого не сделаю, то вот эти вот элементики, которые цена и количество айтемов и кнопка сдвинутся к левому краю и будут здесь и находиться. Почему? Потому что им напрямую мы ширину задать не можем, а сами они растягиваются на всю ширину экрана не хотят. Так вот, вот такой прием, когда вы делаете ширину double infinity, он сравним, если вы в вебе делаете ширину 100%. Единственное, что хочу сказать, что будьте осторожны с double infinity, когда вы задаете ширину чему-то или высоту, потому что если вы допустим находитесь в single child scroll view, вот как у нас вот здесь, и вы хотите сделать высоту условно на 100%, вы делаете height double infinity, single child scroll view сделан так, чтобы любое количество элементов, которые вы в него помещаете, можно было, если они поместились, проскроллить. А как можно проскроллить, если это бесконечной высоты элемент? То есть у вас здесь будет ошибка или как минимум ошибка при отображении UI, вы не будете видеть элементы, которые там находятся. То же самое касается, если у вас есть row или column, я отдельно вам сброшу статью, где написано очень хорошо и подробно, как вести себя с размерами элементов, если вы находитесь, допустим, row, column или single child scroll view, проблема в том, что там по-другому себя ведут ограничения, ограничения на размеры элементов, да и вообще в принципе на форму элементов. Просто, чтобы вы об этом знали, здесь это можно было применить, почему? Потому что здесь у нас контейнер находится внутри body, а если у вас все, что угодно находится внутри body, и вы ему сделали ширину или высоту больше, чем body, то body просто не даст ему сделать большую ширину, он его обрежет на фактической ширине самого экрана. Ну и по высоте то же самое. Сделали контейнер, поместили в него колоночку, и смотри, что мы сделали с колоночкой. Max main axis size max, что это значит? Прошу прощения, main axis size. Main axis это главная ось, а для колоночки это какая ось? Главная ось для колонки. Это вертикальная или горизонтальная? Да, ось y это вертикальная ось. Действительно. И мы поставили max. Что это означает? Это означает, что колонка будет стараться по высоте, по главной своей оси занимать максимальную высоту, максимальный размер. Соответственно, она вытянется по всей высоте экрана, по всей высоте body. И что мы положили внутрь этой колоночки? Мы положили пока что какой-то expanded. Сейчас мы о нем поговорим. В него мы вложили build item, метод, который нам что-то там строит. но item это как раз таки наш элемент товара. И мы сделали какую-то кнопку build purchase button и тоже ее обернули только не expanded, а padding. Payning, напоминаю, просто добавляет внутренние отступы, чтобы у нас наша кнопка не была... Видите, вот здесь есть отступы. Вот это вот padding. То есть по факту здесь есть какой-то виджет вокруг кнопки, который впритык к границам экрана, но между экраном и самым... между этим биджетом и кнопкой есть какие-то отступы. Это вот наш padding. Значит, что такое expanded? Мы с вами обсуждали, что такое expanded или нет? обсуждали ли мы что такое expanded? Вроде не обсуждали. Окей. Значит, когда мы с вами находимся в колонке или в строке column мы можем захотеть сделать так, чтобы наши элементы имели не просто какую-то фиксированную ширину или высоту, а имели размер в пропорциональном соотношении от, во-первых, доступной области в этой колонке или строке и размера других элементов. Ну вот, например, у вас в колонке находятся три блока и вы хотите, чтобы эти три блока равномерно распределились по колонке и занимали одинаковое место, одинаковую высоту. Или, допустим, вы хотите, чтобы у вас какая-то колонка занимала место двух, а две остальные колонки занимали какое-то одинаковое количество места. Для таких вещей используются обертки типа expanded или flex. Что делает expanded? Он просто говорит, что вот эта колонка занимает одну какую-то часть колонки. То есть, что мы сейчас здесь видим? У нас есть padding, у нас есть expanded. Expanded растянется так, сколько ему нужно места максимально, сколько он может занять, а padding у нас expanded не обернут, поэтому он будет занимать столько места, сколько ему нужно для того, чтобы эту кнопку отрисовать. То есть, отрисуется эта кнопка, а все остальное место займется вот этим expanded. Давайте проведем эксперимент. Если я оберну этот padding тоже expanded, то тогда и вот этот виджет и вот этот виджет у нас будут занимать одинаковую часть колонки. То есть, они разобьют колонку на две равные половины. Вот. Видите, да? Вот это у нас в expanded и вот это у нас в expanded если я expanded с кнопки убираю, сейчас она перебилдится, то у нас вот этот вот виджет занимает всю доступную область, а кнопка занимает ровно столько, сколько ей нужно, сколько ей места оставили, выделили. То есть, expanded позволяет нам сказать, часть колонки или строки мы хотим занять. И если у нас несколько виджетов обернуты expanded, то они равномерно распределяются. Равномерно это пространство все распределяется между этими элементами. Они будут занимать одинаковое количество высоты в колонке. Build Item. Нас интересует вот этот вот Item, потому что мы как раз таки в Shop Page передали нашей странице саму модельку. И нам эту модельку надо как-то красиво отрисовать. Что мы делаем? Здесь это сделано еще одной колоночкой, которая также растягивается по максимуму, сколько ей нужно места по основной оси, то есть по вертикали. Все элементы внутри этой колоночки центрируются и по горизонтали, и по вертикали. Или лучше сказать по главной и по поперечной оси. И внутри этой колонки мы с вами выводим цену, и мы с вами выводим количество. А теперь скажите мне, пожалуйста, что это за мистический sized box, который у нас периодически здесь появляется? Как вы думаете, что такое sized box? Он у нас еще был, к моему, здесь он у нас был, нет? Да, вот он у нас тоже здесь есть, sized box. Что такое sized box? отступы, говорит Владислав, да, и Владимир тоже подождает. Да, на самом деле, смотрите, в данном случае мы используем sized box действительно как отступ. На самом деле sized box это блок, который имеет какой-то размер, и он чаще всего используется как декоративный элемент. На странице shop page мы его использовали между вот этой иконочкой и вот этим текстом, чтобы добавить действительно здесь отступ, а на вот этой странице мы его использовали между ценой и количеством элементов вот здесь, тоже, чтобы добавить отступ. На самом деле вы внутрь этого sized box можете тоже положить какой-то другой виджет, вы можете этому sized box задать цвет, то есть это как бы элемент декора, который позволяет вам добавлять какие-то элементы имеющие размер. Они могут быть прозрачными, могут быть непрозрачными, могут иметь только ширину, могут иметь только высоту, могут иметь и то и то, то есть это такой декоративный блок, можно сказать. И довольно-таки часто он используется, как минимум на моей практике такое было. Возвращаемся сюда. Осталось только разобраться, как мы с вами рисуем цену и как мы с вами рисуем количество элементов. Цену мы рисуем вот таким вот образом, то есть это опять обычный текст, обычный текст, в котором есть какие-то стили. Заранее хочу сказать, что обычно вот такие стили тоже выносятся в ресурсы. Здесь я их не вынес, по причине, чтобы показали вам, как же эти стили выглядели. Но обычно все-таки их выносят и кода тоже становится в разметке меньше. и количество. Что у нас в количестве тоже у нас выводится widget item quantity. Тоже есть какие-то стили. Единственное, что вас здесь может смутить, это вот этот непонятный какой-то метод. Get correct item word form. Что это такое? У нас, когда выводится количество, у нас может быть цифра 1, а может быть любая другая цифра. Так вот, если цифра 1, то мы хотим, чтобы он показывал слово item. Вот, например, watermelon у нас 1, поэтому 1 item. А если мы хотим показать несколько элементов, нам нужно слово item ставить в множественное число, добавлять буковку S в конце. В английском языке все, кроме единицы, это множественное число, даже 0. Поэтому я для этого написал маленький такой метод, который просто принимает количество, и возвращает необходимое слово для этих вещей. Конечно, в реальной жизни это бы делалось как-то иначе, но в целях примера сделали вот так. Хорошо, с этим разобрались. Просто текст, обычный виджет текст, выводим цену, выводим количество. Здесь, кстати, мы экранируем доллар. Почему? Потому что, если мы его экранировать не будем, то Dart подумает, что это интерполяция строк и начнет нас ругать. Вот, пожалуйста, видите, уже подчеркиваю, что-то. Двигаемся дальше. Последний элемент на этом экране, самый важный, это вот эта вот наша кнопка, при клике на которую у нас появляется модель на окошко. Нам нужно его с вами разобрать. Как она работает? Смотрите, мы с вами вот посмотрели предыдущий пример, там, где у нас просто перемещение между двумя экранами. Мы с вами посмотрели этот пример, и у нас везде фигурируют кнопки, и все эти кнопки разные, причем даже виджеты для них используются разные. Даже на этой же странице, если я поднимусь вверх, у нас веб-баре кнопка называется Icon Button, здесь у нас кнопка называется Material Button, и, соответственно, вопрос, что это за такое большое количество кнопок. Там еще где-то у нас Raise Button было. В основном те кнопки, которые мы используем, это наследники Material Button. Material Button, понятно, это обычная кнопка, которая следует гайдлайнам Material Design. Если вам нужно в приложении сделать какую-то свою кнопку, которую вы будете переиспользовать на разных экранах, то, соответственно, что вы делаете? Вы делаете отдельный виджет, отдельный компонент вашей папочки Views, реализуете в нем через Material Button или через какой-нибудь другой Button, который вы хотите взять за основу свою кнопку, называете ее как-нибудь Application Button, App Button, или как-нибудь более понятно, и вы можете ее переиспользовать. Зачем это делать? Для того, чтобы не писать постоянно вот такие вот стили, одинаковые. что мы здесь сделали? Мы здесь сказали, что минимальная ширина должна быть условно 100%, ну, Double Infinity, бесконечность. Если ограничения по горизонтали есть, тогда наша кнопка просто займет 100% доступной ширины. Мы сделали пэддинг. Зачем? Чтобы от краев кнопки до текста, который внутри находится, было какое-то пространство. Мы с вами выбрали цвет, причем смотрите, как мы его хитро выбрали. Мы обратились к теме приложения через контекст, а мы уже помним, зачем нам нужен контекст, да, он контролирует положение элемента, положение нашего виджета в дереве виджетов, имеет ссылочку на родительский элемент, да, то есть таким образом мы получили нашу тему и достали из нее Primary Color Dark. Откуда он взялся? Смотрите, в нашем каркасе приложения, в нашем Material App у нас здесь есть Theme Data и Primary Swatch. Если вы выбрали Primary Swatch и передали туда экземпляр класса Material Color, то он автоматически определит, какие цвета ваше приложение будет использовать в качестве основного цвета, цвета акцента, затемненного главного цвета, затемненного цвета акцента и так далее. И доступ ко всем вот этим цветам вы можете получить вот таким вот образом. Насколько все продумано? Смотрите, вот у меня, вы видите, условно, цвет App Bar и вообще основной цвет приложения, вот такой вот сиреневенький Indigo, да, кнопка выглядит так же, только она немножко более затемненная. Я перехожу в каркас приложения, да, в объект приложения и меняю Indigo, допустим, на какой-нибудь Blue. У меня, по идее, еще включен Hot Reload. Я перезагружаюсь. И смотрите, у меня поменялся цвет и App Bar, и текста в App Bar, и цвет кнопки у меня поменялся. Да? И даже вот цвет кнопки в модальном окне. И я могу так играться с этими Material Цветами сколько хочу. Если я хочу подобрать какие-то свои цвета, то мне придется их прописывать вручную здесь. Почему? Потому что мои цвета, которые я выбрал, они не являются экземплярами Material Color. Правильно? Поэтому вот, пожалуйста, выбрали красный цвет. Теперь у нас магазин красный. Довольно-таки удобно это все делается. Я верну их назад. Получили основной затемненный цвет из темы вот таким вот образом. И обычным текстом написали слово купить с какими-то стилями. Какими стилями. Цвет текста поменяли и расстояние между буквами. При нажатии на эту кнопку будет вызываться метод Show Message Dialog. Вот он у нас в самом верху. Что он делает? Есть такая глобальная функция Show Dialog, которая принимает контекст. Видите, зачем он нам нужен здесь? И показывает вам модальное окно. Причем, что самое интересное, зачем ей контекст? А контекст ей нужен потому, что модальное окно это по факту тоже своего рода страница. И когда она пользователю показывается, для того, чтобы ее убрать, нам нужно у навигатора вызвать поп. Для этого здесь нужен был контекст. В нашем диалоге есть что? Есть текст диалога, то есть это наше сообщение You've tried to purchase this site. И у нас есть одна единственная кнопка ОК, при нажатии на которую мы с вами закрываем это диалог в окно. И еще раз показываю, как это работает. Что нового для нас из вот этих вещей? Show Dialog для нас новая это глобальная функция, которую я уже сказал, показывает модальное окошко. Для нас новый вот этот виджет Alert Dialog. Это как раз та часть, которая показывается пользователю. Вот это окошко и затемнение. Как он работает, этот Alert Dialog? Очень просто. Мы показываем контент, это не обязательно должен быть текст, это может быть какой-то другой виджет. И у нас есть список экшенов. Скорее всего, это будут кнопки, у меня сейчас это одна кнопка, но вы видите, здесь у нас ожидается список, я в этот список могу напихать кнопок сколько хочу, и каждая кнопка может выполнять какие-то свои действия. Вот у нас здесь On Pressed, я сюда могу любую логику поместить. Вот так эта вещь работает. Теперь скажите, пожалуйста, по примеру с этим фейковым магазином, есть ли вопросы? или все понятно как Божий денечек? Владимиру понятно, а Владиславу, Максиму, Анастасии, Дмитрию, в целом все в целом я так понял вот плюс-минус плюс-минус значит что-то где-то непонятно. Вспомнил один момент, который важно упомянуть, смотрите, вы уже заметили, что я стараюсь build-метод сделать как можно меньше, ну конечно без дикого фанатизма, но вот допустим здесь он у меня помещается на пару строк, а все остальное разбить либо в отдельные компоненты, либо в отдельные под build-методы, да, и вы наверняка заметили, что вот у нас наша кнопочка купить, она вызывает метод, который я определил в рамках этого виджета, но я его вынес аж в самый верх. Почему я это сделал? Потому что принято, ну как минимум в нашей компании все дочерки билд-методы которые вы вызываете в основном писать под билд-методом, желательно в том порядке в котором вы их вызываете в самом билд-методе и выше, а все служебные вспомогательные методы, которые у вас что-то считают, которые у вас делают какие-то переходы, писать над билд-методом, то есть вверху, таким вот образом. В этом в принципе нет ничего страшного, наоборот это даже удобно, потому что когда вы спускаетесь к билд-методу, вас по идее интересует то, как это отрисовывается и то, как это отображается, а не то, какой там функционал есть, поэтому вы ожидаете уже увидеть только разметку, именно поэтому у нас вот так делается. Советую вам следовать таким же правилам, почему? Потому что так вам легче будет ориентироваться в вашем же коде, особенно когда его станет много. Окей, хорошо, с этим разобрались, давайте двигаться дальше, следующий пример, все эти примеры опять-таки будут в гитхабе, они в принципе уже там есть, там появилась отдельная веточка, называется lesson2, так вот, все, что мы с вами сегодня на занятии делали, оно будет находиться в lesson2. Открываю следующий пример, и на секундочку вернусь к презентации. В принципе, последний слайд презентации, очень есть интересный во флаттере такой виджет, который называется Hero Widget, он позволяет вам сделать плавный красивый переход между экранами, на которых присутствует, в которых все вертится вокруг одного и того же виджета, элемента. Ну, например, представьте себе, что вы делаете приложение галерея фотографий, да, и как это часто бывает, в галерее вы тапаете на какую-то фотографию, и она как будто бы у вас увеличивается, пока не занимает весь размер экрана, иногда появляются какие-то элементы управления, там удалить эту фотографию, или что-то с ней сделать, вот как происходит вот этот вот переход между тем, когда вы тапнули на фотографию, и как она увеличилась, переходя к следующему экрану. Ну, в андроиде, в iOS, я думаю, тоже это делается не так-то просто, там нужно немножко подумать, а в флаттере это делается буквально одним виджетом, нету никаких хитрых вещей, вы оборачиваете элемент, который является центром, вокруг которого вот эта красивая анимация будет происходить используя hero виджет, и дальше флаттер все уже делает за вас. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит на примере. Открылась там наша студия или нет? Открылась. Мы сейчас поставим скачивать зависимости. Пока она этим занимается, мы посмотрим видеопример, как это работает. Итак, смотрим вот сюда. Вот у нас есть лого. Мы клацаем на лого и вы видите происходит переход на другую страницу, при этом это лого оно как бы не пропадает, а анимируется. И на той, и на той странице есть это лого. и флаттер понимает, что это один и тот же элемент и самостоятельно анимирует между ними переход. Сейчас давайте посмотрим, как это реализовано в коде. Здесь кода будет поменьше. Значит, опять-таки наш main наш app. Здесь все нормально. Здесь пакетиков поменьше. У нас есть UI. У нас есть resources. В ресурсах у нас есть строки и image assets. Про image assets сейчас отдельно поговорим. Значит, домашняя страница. На домашней странице я решил не заморачиваться и все поместить в один build метод, хотя по-хорошему бы разбить. Что у нас здесь происходит? У нас есть appbar с обычным текстом. У нас есть контейнер, в котором у нас картиночка, обычная картина. Откуда я ее беру? Она у меня в папочке assets хранится, вот, флата лога. Картиночка. И эту картиночку, обратите внимание, я обернул в виджет, который называется hero. этого виджета конструктор принимает два аргумента. Это тег, обычная строка какая-нибудь и child, куда вы можете поместить вообще все что угодно, может быть другой виджет, может быть картинка, может быть текст, все что угодно. Самое главное, что он у нас есть. И все я это обернул в gesture detector, это как inkwell, только без вот этой красивой анимации, которую я вам показываю. У него тоже есть онтаб, и при тапе, что мы делаем, с помощью навигатора переходим на другую страницу, на страницу logo, logo page. Страница logo page очень простая, тут просто в центре у нас картинка, которая, обратите внимание, тоже обернута вот этим hero виджетом. Именно благодаря тому, что мы обернули здесь в hero с тем же самым тегом элемент, и здесь мы обернули элемент в hero с тем же самым тегом, Flutter понимает, что это один и тот же элемент, и даже если они на разных страницах отличаются допустим размером, он сможет между ними красиво сделать переход, потому что по факту это как бы один элемент. И саму анимацию и там все трансформации Flutter выполняет за вас. Когда вот допустим других технологиях вам бы приходилось бы вручную продумывать как это происходит, как-то рассчитывать это все и реализовать. Довольно таки удобно. Ну не знаю быстро ли она сбил цели нет, попытка не пытка, чтобы мы еще тоже потыкали, почему нет. Вот. И пока оно собирается, расскажу про работу с ассетами, с какими-то дополнительными изображениями, шрифтами и так далее в приложении, потому что не помню рассказывал ли вам на предыдущем занятии, скорее всего нет. В любом Flutter проекте есть такой конфигурационный файл, который называется pub.spec.yaml Вот он здесь есть. В этом pub.spec в общем-то все основные настройки проекта, то есть какие зависимости, какие библиотеки, какие пакеты используют ваше Flutter приложение, какие шрифты используют ваше Flutter приложение, какие изображения, в каких папках оно лежит. И он, видите, довольно-таки хорошо задокументирован прямо из коробки, когда вы только создали проект, у вас здесь комментарии, где что писать, что на что менять, где что описывать. Здесь с ним можно работать. И здесь есть такая секция, называется assets, в которой мы с вами прописываем, а в каких же директориях у нас будут лежать assets. Я сделал очень просто, я просто написал папку assets, поставил слэш, и Flutter будет понимать, что я не какую-то конкретную картинку просто зарегистрировал, я зарегистрировал всю папку, в которой у меня могут лежать изображения и все, что вообще мне нужно, и вот оттуда он сможет их брать, он сможет понимать, что именно там они и лежат. Вот она папочка assets, я ее поместил рядом на одном уровне с папочкой lib и здесь у нас лежит наш Flutter лого ничего тут необычного нет, если бы у меня было несколько картинок я бы мог их здесь каким-то образом размещать и что самое важное в ресурсах я тоже сделал отдельный класс где я описал пути к своим картинкам пока у меня картинка только одна поэтому путь здесь один зачем это делается для того чтобы у вас в коде ваших страниц ваших экранов до ваших виджетов не фигурировали вот такие висящие магические строки лучше их вынести опять-таки в отдельный класс и с ним уже легче работать потому что если у вас где-то путь поменялся вам легче это будет поменять здесь чем лазить по всему проекту и смотреть где одинаковые картинки использовали добился не идет довольно-таки не быстро хорошо может кто-то вопрос пишет вопрос в космос а из pubspec можно сразу докер имидж сделать из pubspec думаю нет потому что pubspec это именно конфигурация проекта и тут вообще в принципе вы даже не можете описать какие скрипты вы хотите делать создаются обычно для этого отдельные файлики вот так что да в pubspec вы наверное только конфигурацию проекта можете прописать зависимости и ассета в принципе на этом а ну и название пакета там описание проекта такое также вы можете здесь описать необходимые данные для того чтобы опубликовать ваш флаттер пакет в pubdev кстати хорошо спасибо что напомнили pubdev я не помню рассказывал ли вам я что это такое pubdev это репозиторий для пакетов на флаттере по моему по моему владислав вы уже спрашивали что-то про докер на прошлом занятии вы адепт докера вот так выглядит pubdev давайте я на всякий звучит садочку в чат сброшу если запись идет то к записи обычно еще прикрепляется прикрепляется текстовый файлик со всем что мы здесь писали как без докера ну вот вот так вот зачем вам докер для мобильных приложений ладно pubdev репозиторий с пакетами с библиотечками если нам что-то нужно допустим вот я захотел вот вы захотели что-то с искусственным интеллектом делать да answer flow есть что-то там такое давайте смотреть опа есть пакеты какие-то да и что самое интересное я вижу статистику по использованию этих пакетов и здесь есть такая графа popularity да насколько этот пакет популярный и так же вы можете видеть сколько он там лайков набрал сколько людей его использовало это очень полезно потому что иногда пакета бывает очень много и вы не знаете какой использовать и тут вы видите что там один просто заоблачный рейтинг какой-то имеет ну вот допустим какой-то тифлайт флаттер смотрим у каждого пакета есть такая микродокументация есть общий readme потому что это за проект что это за пакет как его импортировать есть example обязательно пример с кодом как этот пакет используется и так далее и есть секция installing как установить этот пакет как его использовать обычно это все выводится в одну строчку вы берете копируете название пакета заходите в папспек яму вот сюда и либо в dependencies либо в dev dependencies ставите ваш пакет включение и нажимаете пакет все он вам подтянет этот пакет и вы его сразу же можете использовать в вашем приложении мы пока этого делать не будем не надо будьте осторожны вы знаете что в яму файлах очень важна интенсация то есть вот эти вот отступы таким образом яму понимает что на каком в каком уровне находится как с этим работать поэтому если вы где-то отступ нервально поставите флаттер не сможет прочитать ваш яму файл и будет ругаться да собственно говоря вот так папдев я пока закрою хорошо собралось ли у нас приложение да ура оно собралось и вот я кладываю на логотип он мне переходит на экран с такой вот красивой анимацией ну она пока что такая не очень красивая знаете что давайте сделаем давайте попытаемся на главном экране нашу картинку уменьшить вместим ее в контейнер контейнеру зададим фиксированную ширину теперь я клацаю и вы видите он красивенько анимируется буквально за совсем небольшое количество строк кода у нас это получилось вот так что да теперь давайте я это закамечу то что мы немножко сами изменили окей хорошо но в принципе по навигации это все что я хотел сказать давайте подытожим как-то значит мы с вами выяснили что навигация это перемещение между экранами экраны у нас называются роутами путями да и по факту они тоже являются виджетами мы с вами выяснили что такое контекст и выяснили что перемещение между экранами можно реализовать двумя способами это анонимными путями да и именованными именованные мы с вами не смотрели мы с вами выяснили что она не анонимными в принципе можно обойтись на средних да и в принципе относительно больших проектах материалах будут и те и те поэтому вы сможете познакомиться и с именованными более того матей решетар который чех разработчик flutter ссылочку на которого я вам кинул в материалах он об этом своем видео рассказывают видео идет 20 по моему минут в принципе если его даже поставить на скорость полтора спокойно можно понять что там происходит просто дело в том что делать несколько примеров мы бы с вами здесь очень много времени на это потратили я бы хотел еще чтобы мы с вами закончили вот у приложения с телефонной книгой более-менее такое вместе в режиме мастер-класса в принципе ничего там такого сверхъестественного нет просто немножечко больше кода и больше документирования перемещаться между страницами мы с вами можем передавая какие-то дополнительные параметры так вот как мы сами делали в приложении с магазином мы сами передавали со страницы где у нас был список товаров данные о каком-то конкретном товаре на страницу и там ее отображали и в принципе в принципе это вот все что нужно знать для того чтобы уже уметь писать приложения многоэкранные с какой-то более сложной логикой надеюсь что вот вы после занятия посмотрите вот эти примеры которые я давал почитаете ссылочки и уже сами сможете делать такие вещи в том числе в лабораторных работах и при реализации тестового задания если вы будете его делать я надеюсь что будете вот давайте переходить плавно к тому что на чем мы останавливались на предыдущем занятии я наверно предложу как чуть-чуть страну может мы минут на 20 сделаем перерыв пусть ребята там отдохнувать давайте сделаем сейчас отдохнем немножко и сразу после перерыва в бой укладываем сюда в регламенте это да ребята давайте отдохнем когда когда предлагаю встретиться в 9.30 хорошо спасибо я пока ставлю запись на вернее заканчиваю запись 1 лабора первое или лекции часть 2 естественно тоже поставлю в начале занятия и все обе части за илью сегодня на youtube ссылочки скину в соответственно в наш канал который есть в телеграме они будут доступе хорошо все отдыхаем встречаемся данный вопрос владимир и я ответил после перерыва также ну ничего 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 много Продолжение следует...